Продолжение следует... Но сегодня я хочу прочитать вам лекцию, немножко выходящую за пределы логической теории аргументации и выходящую, скорее, в область лингвистики. Лекцию об использовании так называемых оценочных понятий в создании образа мира. Это тема, знакомство с этой темой, я думаю, будет вам полезно, может быть, не для ведения дискуссий, а главным образом для защиты нашего сознания от промывания мозгов, от манипуляции сознанием, от того зомбирования, которому ныне подвергают нас средства массовой информации, которые из средств информации постепенно превратились в средства пропаганды и внушения. Когда нам сейчас сообщают о каких-то событиях, вещах, явлениях, то одновременно, практически всегда стараются внушить нам определенное отношение, определенную оценку этих вещей и событий. И это отношение, эти оценки, неявным образом проникают в наше сознание и формируют для нас облик окружающего мира. Избежать этого внушения практически невозможно. Удивительным и странным представляется то обстоятельство, что современное человечество постепенно приходит к небывалой доселе форме рабства. Ну, вы помните, тело античного раба принадлежало, конечно, его хозяину. Но дух его был свободен. Говорят, Эзоп, создатель жанра басни, был рабом, но тем не менее. Крепостной крестьянин в средние века мог быть продан. Плоды его труда в значительной мере ему не принадлежали. Но на его сознание воздействовала только, ну, может быть, церковь. Да и то лишь по воскресенью. Человечество проделало длинный и долгий путь к освобождению от разных видов зависимости одного человека от другого. И вот во второй половине XX века развитие технических средств коммуникации, радио, телевидения, компьютера, привело к тому, что современный человек, практически полностью оторванный от непосредственных контактов с окружающим миром, живет в так называемом, ну, если можно так выразиться, информационном мире. И его сознание практически целиком формируется средствами массовой информации. Его представление о мире, о прошлом, представление о ценностях и идеалах, его отношение к окружающим вещам и явлениям, его жизненные цели – все это вложено в него средствами массовой информации. Все это определяется тем, кто владеет или руководит этими средствами информации. И нам порой очень трудно осознать, что мы гонимся не за собственными целями, а за целями, которые кто-то внушил нам, что к ним стоит стремиться. Что наши оценки, стереотипы поведения выбраны нами не сознательно, а опять-таки вложены в наше сознание кем-то. Рабство сознания – вот самое страшное рабство, к которому ныне приходит человечество. Технологии манипулирования сознанием очень многочисленны и разнообразны. Я не могу их рассматривать здесь. И хочу обратить ваше внимание лишь на одно из средств влияния на сознание. На использование оценочных понятий в тех информационных потоках, которые обрушиваются на нас со всех сторон. С точки зрения употребления, слова можно разделить на три больших группы или на три больших класса. Слова первого класса, ну или во-первых, это слова, обладающие обычным предметным или семантическим значением. Ну, типа дом, дерево, император, писатель, пенсионер, реформа, белый, круглый, холодный, тяжелый, ну и так далее. Считается, что эти слова имеют смысл и значение. Под значением такого рода слов подразумевают предмет или совокупность предметов, обозначаемых данным словом. Смыслом таких слов считают набор существенных признаков или свойств тех предметов, которые этим словом обозначаются. Ну, к примеру, возьмем слово «дерево». Значением этого слова будет класс, группа, множество всех деревьев, растущих на земном шаре. А смыслом этого слова будет набор существенных признаков, отличающих дерево от всех других предметов. Что такое дерево? Это растение, высшее растение, имеющее ствол, крону и корень. Вот это набор существенных признаков дерева. Слова типа «белый», «тяжелый», «холодный» рассматриваются как либо как обозначение каких-то свойств, присущих предметам, явлениям, либо как обозначение, опять-таки, класса предметов, обладающих данным свойством. Анализом именно слов такого рода занималась в основном логическая семантика. И это естественно, потому что научное объективное знание, термины научных теорий являются как раз такого типа словами. Сила, скорость, атом, валентность, кислота, температура, ну и так далее. Это слова как раз вот этого первого рода. Ко второму классу можно отнести слова, выражающие наше отношение к окружающим вещам и явлениям. Наши оценки этих вещей и явлений. Красивый, уродливый, полезный, удобный, скучный, веселый, ну и так далее. Это наша оценка. Соединение слов первого класса со словами второго класса порождает предложение. Дом удобный, реформа полезная, картина безобразная, ну и так далее. Для нас с вами в данном случае интерес будет представлять третий класс слов или слова третьего класса. Включающие в себя такие слова, которые обладают некоторым предметным, семантическим значением. И в этом смысле похожи на слова первого рода. И что-то обозначают, имеют смысл. Но одновременно включают в себя и оценку обозначаемых вещей и явлений. Ну, возьмите, например, в словаре русского языка Ожегова мы читаем. Пособник – помощник в дурных преступных действиях. Сподвижник – помощник в деятельности на каком-либо поприще, соратник. Слова пособник и сподвижник по своему предметному семантическому значению совпадают. Это помощник в каком-то деле. Однако они выражают разное отношение говорящего к этому помощнику. В смысле таких слов наряду с объективными признаками предметов включена еще и оценка этих предметов говорящих. Ну, таковы, например, слова «самоуправство», «сговор», «лихачество», «военщина», «произвол». Вот это слова, которые обозначают какие-то явления, какие-то вещи, и одновременно оценивают эти вещи и явления. Ну, слово «военщина». Оно совпадает по своему предметному значению со словом «военные» и обозначает круг людей, скажем, профессионально, служащих в армии. Но слово «военщина» включает в себя еще и негативное, отрицательное, пренебрежительное отношение к военным. Наличие таких слов в повседневном языке вполне естественно. Язык ведь не только задает, ну, или описывает определенную картину окружающего мира, но несет в себе еще и наше отношение к этому миру, его оценку. И выражение этого отношения занимает в языке не меньшее место, чем его описательная, информативная функция. Ну, скажем, наряду с нейтральным словом «дом», в нашем языке существуют еще и такие слова, как «домишко», «домище», «лачуга», «особняк», ну и так далее. Которые выражают отношение, наше отношение к нашу оценку данного конкретного дома. Оцениваем мы его как лачугу или как особняк. Слова именно такого рода используются как мощное средство внушения определенной идеологии. В самом широком смысле этого слова. Внушение определенного взгляда на вещи и явления окружающего мира. Некоторые лингвисты называют их «прагмемами», подчеркивая в этом названии их специфически прагматическую функцию. Не только обозначать какой-то предмет, но и внушать определенное отношение к этому предмету. Ну, прогмемы – слово достаточно уродливое, но поскольку я взял его у лингвистов, то буду его использовать. Хотя вместе с ним буду иногда говорить просто предметно-оценочные слова. Так вот, прогмемы или предметно-оценочные слова резко отличаются от слов первых двух классов. Слова первых двух классов способны породить суждения только будучи соединенными. Дерево – красивое, река – широкое или холодное. А вот прогмема, соединяя в своем содержании обозначение предмета с его оценкой, сама по себе представляет как бы свернутое суждение. В ней сплавлены, соединены подлежащие и сказуемые. Произнося, скажем, слово «произвол», мы не только обозначаем этим словом какое-то деяние, какой-то поступок, но одновременно и оцениваем этот поступок как незаконный, несанкционированный. То есть, в сущности, выражаем этим суждение, этот поступок является несанкционированным. Вот что такое произвол. Смысл слов с обычным предметным значением в значительной мере зависит от контекста употребления. Ну, например, взглянув на такой ряд предложений. «Эта комната свободна». «Наконец-то я свободна». «Сэр, это свободная страна». Мы замечаем, что как варьируется смысловое наполнение слова «свободный». Но предметно-оценочное слово, будучи свернутым предложением, оказывается в значительной мере независимым от контекста. Более того, оно само задает свой контекст. Возьмите два предложения. Опытный политик сумел заключить соглашение с предводителем повстанцев. И матерый политикан вступил в сговор с предводителем бандитской шайки. Легко видеть, что как только мы на место нейтрального слова «политик» поставили прогмему «политикан», так сразу же мы вынуждены соответствующим образом подбирать и другие слова. «Политик» может заключать соглашение, но политикан вступает в сговор. Использование прогмем придает тексту или речи определенную идеологическую окраску, которая диктует нам подбор всей лексики. Скажем, ясно, что слова «содружество», «свободолюбие», «прогрессивный» не могут входить в оценочно-отрицательный контекст. А, скажем, слова «сговор», «прегрессивный», «лизоблюдство», «раболевство» не могут входить в оценочно-положительный. Как известно, синонимами называют слова и выражения совпадающие по своему значению. Ну, например, «мужество», «храбрость» – это приблизительно одно и то же. «Холостяк», «неженатый мужчина» – это одно и то же. Это синонимы. Антонимы – это слова, противоположные по значению. Например, «теплый» – «холодный», «светлый» – «темный» и так далее. Вот в этих отношениях синонимии и антонимии могут находиться ведь и прогмемы. Но поскольку прогмема несёт в себе двойственное предметно-оценочное значение, поскольку и эти отношения синонимии и антонимии между прогмемами удваиваются, и вместо двух отношений мы получаем четыре разных отношения. Первое. Перечислим эти отношения. Первое. Предметная синонимия – совпадение или близость предметных значений при оценочной антонимии. То есть два слова обозначают приблизительно один и тот же круг предметов, явлений, но оценивают их по-разному. Ну, например, «свобода», «вседозволенность». Вы чувствуете, что по предметным значениям эти два слова совпадают. «Свобода», «вседозволенно». Но в то время как «свобода» оценивается нами положительно, «вседозволенность» несёт в себе некоторый отрицательный оттенок. Патриотизм – национализм. Патриотизм и национализм опять-таки по предметному значению совпадают. Они означают преданность, любовь к своему народу, к своему отечеству. Но патриотизм оценивается положительно. А национализм опять-таки включает в себя отрицательную оценку. Разбежевание, раскол, миролюбие, примиренчество, ну и так далее. Второе. Предметная антонимия при оценочной синонимии. То есть по предметному значению, семантическому, наши слова расходятся, противоположные, обозначают противоположные вещи, явления. Но оцениваются одинаково, положительно или отрицательно. Ну, скажем, интернационализм, патриотизм – они обозначают разные вещи. Любовь к своему народу, к своей нации, преданность и стремление к международному сотрудничеству, к равенству, братству всех народов. Но и то, и другое оцениваются положительно. Новаторство – преемственность. И новаторство – хорошо, и преемственность – хорошо. Хотя по своему предметному значению они противоположны. Ну и так далее. Третье. Полная антонимия. Противоположность как предметных, так и оценочных значений. Ну, например, пара слов. Миролюбие, агрессивность. Они противоположны как по предметному своему значению, любовь к миру, отказ от мира, так и по оценочному. Миролюбие оценивается позитивно, агрессивность оценивается отрицательно. Коллективизм – индивидуализм, сплочение – раскол, интернационализм – национализм, ну и так далее. И, наконец, последнее, четвертое. Полная синонимия. Тождественность или близкое сходство как предметных, так и оценочных значений. Ну, например, слова дисциплинированность, организованность, сознательность в сравнении с другим рядом слов – анархия, стихийность, распущенность – могут рассматриваться как взаимозаменимые и с точки зрения предметного, и с точки зрения оценочного значения. Существование вот этих четырех отношений между предметно-оценочными словами говорит о том, что для каждого такого слова можно найти еще три слова, находящиеся с ним в указанных отношениях. Ну, возьмем, например, слово «патриотизм». Его семантическое значение – это преданность, любовь к своему Отечеству, к своему народу. Его оценочное значение – позитивное. Патриотизм мы оцениваем как нечто положительное, желательное, даже необходимое. Обозначим наличие данного семантического значения цифра «один» и позитивную оценку также цифра «один». Тогда суммарной оценкой слова «патриотизм» у нас будет «один-один». Теперь мы можем поискать слово, обладающее приблизительно таким же семантическим значением, как слово «патриотизм», но имеющим отрицательную оценку. По-видимому, таким словом будет слово «национализм», которое обозначает приблизительно то же самое, что и слово «патриотизм», но оценивается отрицательно. Суммарной оценкой слова «национализм» будет таким образом «один-ноль». Далее мы можем поискать семантический антоним слова «патриотизм», но оцениваемый также положительно. Таким словом можно считать слово «интернационализм», означающее равенство, солидарность, сотрудничество народов, который также, как и патриотизм, оценивается позитивно. Суммарной оценкой этого слова будет «ноль-один». И, наконец, слово «космополитизм» будет полным антонимом слова «патриотизм». Оно противопоставляется ему и по своему семантическому, и по своему оценочному значению. Суммарной оценкой слова «космополитизм» будет «ноль-ноль». В итоге мы получили структуру из четырёх элементов, из четырёх слов, которые связаны между собой отношениями синонимии и антонимии. «Патриотизм», оценка «один-один», «национализм», оценка «один-ноль», «интернационализм», оценка «ноль-один», и, наконец, «космополитизм», оценка «ноль-ноль». Теперь мы с вами можем легко понять, имея в виду вот эту структуру, каким образом создаются идеологически нагруженные тексты. Когда речь идёт о каком-то событии, явлении, общекультурном представлении, которые могут быть обозначены идеологически нейтральными терминами, то, говоря о них, мы можем использовать разные прогмемы, стараясь внушить слушателю определённое отношение к обсуждаемым вещам и явлениям. Ну, посмотрим, опять-таки, на примере, как это можно делать. Допустим, мы говорим о стремлении к миру. Тогда, возможно, четыре разных способа говорить об этом стремлении к миру. Допустим, стремление к миру трактуется говорящим как нечто положительное, желательное, должное. И говорящий выражает это словом миролюбие, имеющим семантическое значение стремления к миру, но несущие в себе плюс к этому положительную, позитивную оценку. Миролюбие. Но стремление к миру может оцениваться говорящим и как нечто несвоевременное, вредное. И тогда он обозначит его словом примиренчество, которое несёт уже в себе отрицательную оценку. Отказ от мира, предметный антоним нашего стремления к миру, трактуется говорящим как нечто положительное, необходимое, и может быть выражен словом непримиримость, несущая также позитивный идеологический смысл. И, наконец, отказ от мира трактуется говорящим как нечто гибельное, безрассудное, и поэтому он выражает его словом агрессивность, несущая в себе отрицательную идеологическую оценку. Защитники разных идеологий будут использовать разные прогмемы для выражения своей позиции или для критики враждебной идеологии. Ну, скажем, к примеру, какое-нибудь обыкновенное расходование трату средств один может расхваливать как проявление щедрости, а другой будет критиковать как расточительность. Один будет восхвалять бережливость, другой будет ахаивать эту бережливость, называя её скопидомством, ну и так далее. Кстати сказать, использование такого рода слов мы находим уже в античности. Так Фукидид в своей истории сетует на то, что в период раздоров, вызванных пелопонезскими войнами известными, цитирую, изменилось даже привычное значение слов в оценке человеческих действий. Безрассудная отвага, например, считалась храбростью, готовой на жертву ради друзей, благоразумная осмотрительность, замаскированной трусостью, умеренность, личиной малодушия, всестороннее обсуждение, совершеннейшей бездеятельностью. Безудержная вспыльчивость признавалась подлинным достоинством мужа, забота о безопасности была лишь благовидным предлогом, чтобы уклониться от действия. Человек, поносящий других и вечно всем недовольный, пользовался доверием, а его противник, напротив, вызывал подозрения. Удачливый и хитрый интриган считался проницательным, а распознавший заранее его планы ещё более ловким. Это фукидит, история, книга третья, страница 197. Здесь мы с вами видим два ряда идеологических оценок, принадлежащих представителям двух враждующих партий, разным субъектам речи. То, что одни считают положительным проявлением мужества, другие клеймят отрицательно оценочным словом безрассудство. Осторожное поведение его сторонниками характеризуется как необходимая предусмотрительность, а враждебная же партия обозначает такое поведение словом трусость. Следует заметить, что очень важно, что само употребление такого рода слов освобождает человека от необходимости что-либо доказывать. Ведь и без всяких обоснований ясно, что предусмотрительность заведомо лучше безрассудство, а храбрость, безусловно, лучше трусости. Ах, велика над нами власть слова. И власть эта чаще всего определяется не семантикой языка, не рациональными рассуждениями, а эмоциональной насыщенностью текста, эмоциональной окраской наших слов. Конечно, нас способно убедить и логически корректное рассуждение, но гораздо более сильное влияние на наши убеждения, на наши реакции, оказывают скрытые коннотации, неявные связи идеологически нагруженных слов. И если на уровне семантических значений, на уровне объективных или интерсубъективных описаний важнейшую роль играют логика и эмпирическое обоснование, то на уровне идеологии они практически полностью утрачивают свою роль, ибо идеология не обосновывается логикой и фактами, она внушается. Когда вы создаете образ какого-то предмета, события, явления с помощью слов, содержащих определенную идеологию, то этот образ либо нужно полностью принять, целиком, либо целиком же его отвергнуть. Его нельзя поправить, скорректировать, ибо слова, которыми он создается, взаимосвязаны, они предполагают друг друга, взаимно поддерживают и усиливают воздействие друг друга. Возможно, именно в отношении таких текстов Ролан Барт был прав, когда назвал язык, цитирую, «фашистом, понуждающим нас говорить нечто». Действительно, достаточно согласиться хотя бы с одним идеологически нагруженным словом, и вы будете вынуждены принять другие слова, несущие в себе ту же самую идеологию, и со всеми создаваемыми ими картиной. Как же нам защитить свое сознание от идеологической обработки, от внушения нам идеологизированной картины вещей и событий? К сожалению, здесь можно предложить очень-очень немного. Но прежде всего, конечно, следует постараться понять, есть ли в тексте идеологически нагруженные слова, прогмемы. Если они встречаются, то также полезно и нужно понять, несут они в себе определенную идеологию, или выражают лишь личные вкусы предпочтения говорящего. И полезно, конечно, отдать себе отчет в том, какую именно идеологию они в себе несут. Ну, скажем, вы видите два сообщения. Одно сообщение – борцы с режимом заняли административное здание. Второе сообщение – бандиты захватили административное здание. Ну, ясно, что первое сообщение исходит от людей, сочувствующих захватчикам здания, а второе – от лиц, поддерживающих власть в данном случае. После того, как вы поняли, что вам предлагают идеологически нагруженный текст, можно попытаться отделить семантическую информацию от идеологических оценок. Выделить, так сказать, чисто информативную часть сообщения. Часто бывает так, что используемые оценочные слова вообще лишены семантического содержания и выражают лишь чистые эмоции, чистые оценки. Поэтому попытка уточнить смысл, семантический смысл, предметный смысл прогневы часто легко выявляет ее бессодержательность. Если вам это удалось, и вы имеете представление о том, о каких вещах, явлениях, событиях, действиях идет речь, полезно спросить. Применимое ли использование оценочных понятий для обозначения этих вещей? Проще говоря, когда один поступок, один говорящий характеризует как мужество, а другой говорящий характеризует как безрассудство, полезно отделить сам поступок от этих оценок, а затем спросить себя, насколько вот эти оценки, мужество или безрассудство, применимы для его обозначения. Как только мы зададимся этим вопросом, убедительность, внушающая силы прогневы, сразу ослабевает. Ну, в самом деле, вспомним о том, что прогнева представляет собой скрытое суждение. И здесь мы, по сути дела, имеем два суждения. Это мужественный поступок, это безрассудный поступок. И задаваясь вопросом, применимы ли такие квалификации к обозначению данного поступка, мы в сущности задаем вопрос, истинно ли эти суждения. И прогневу можно отвергнуть именно как ложное суждение. Нельзя ведь критиковать слово «дом» или слово «дерево». Это смешно. А вот прогневу безрассудство, мужество критиковать можно, потому что прогнева представляет собой именно суждение, именно утверждение чего-то. Ну, может быть, эти мои рассуждения достаточно расплывчатые, поэтому лучше или, может быть, яснее будет, если проиллюстрировать их на анализе какого-то идеологически нагруженного текста. Что я и попробую сделать. Но только, дорогие друзья, мне бы не хотелось выражать, выпячивать какую-то свою идеологию. В данном случае меня это не интересует. И поэтому, когда я буду анализировать дальше вот этот идеологический текст, я не хочу, чтобы вы думали, что я выражаю какую-то другую идеологическую позицию. В данном случае я говорю о том, как защитить наше сознание от идеологического внушения. Да, ну вот, не так давно, по-моему, месяца два или три тому назад, на официальном сайте Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека были опубликованы предложения об учреждении общенациональной и государственно-общественной программы в кавычках об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении. Так это называется. Посмотрим на этот документ. Ну, сразу же можно заметить, что авторы этих предложений обильно используют прогмемы, предметные значения которых часто весьма расплывчатые. Ну, уже в самом названии документы мы их можем увидеть. Жертвы тоталитарного режима, увековечения, национальное примирение. Это всё предметно-оценочные выражения. Приведём несколько цитат из документа. Это выделяя или обращая внимание на слова, несущие явную идеологическую нагрузку. Без освоения общественным сознанием трагического опыта России в XX веке представляется невозможным движение российского общества к реальной модернизации. Одним из важнейших путей преодоления взаимного отчуждения народа и элиты является полное признание российской катастрофы XX века, жертв и последствий тоталитарного режима. Окончание гражданской войны, развязанной в 1917 году. Необходимо, наконец, рассекретить архивы с тем, чтобы перестать скрывать от самих себя страшную правду о злодеяниях, которые творились у нас в стране, «Скрывая всем известную правду, мы тем самым себя позорим». То я не знаю, правда, как можно скрыть всем известную правду. Ну, текст, как мы видим, перенасыщен словами и оборотами типа «геноцид собственного народа», «жертвы и палачи», «трагическое прошлое», «страшная правда», «преступление прошлого», «массовые репрессии», «трагические страницы истории» и так далее, и так далее, и так далее. С помощью всех этих слов, несущих в себе мощный отрицательный заряд, авторы предложений создают идеологизированную картину советского прошлого, картину, которая должна послужить основой для определенных государственно-общественных действий в настоящем. Эти возможные действия оправдываются нарисованной картиной. Ведь если картина не верна, то и, может быть, действий никакие не нужны, или даже нужны совсем другие действия. Ну, ясно, что здесь выражена явная ненависть к советскому прошлому нашей страны. Это определенная идеология. Конечно, можно было бы противопоставить нарисованной картине изображение советского прошлого, окрашенное розовыми, благостными тонами. Именно так порой поступают приверженцы коллективистской идеологии, подчеркивающие достижения советской эпохи. Но это, опять-таки, борьба на идеологическом поле. И успех в этой борьбе чаще всего зависит от мощи пропагандистской машины, запущенной в ход для распространения тех или иных идей, оценок, отношений. Ну, нас-то эта борьба не интересует. Нас интересует с вами защита сознания от такого рода идеологических картин. Ну, давайте взглянем. Авторы документа часто говорят, например, о жертвах и палачах. Ну, ясно, что жертва вызывает к себе сочувствие и само слово несет в себе позитивную оценку. Палач вызывает отвращение и уже в самом слове заключено это отрицательное отношение к палачам. Но если ограничиться вот этой диадой жертвы палачи, то все население советского государства, советской страны разделится лишь на две части жертвы и палачи. Кто не был жертвой, тот был палачом. Кто не был палачом, тот автоматически попадает в число жертв. Ну, при таком дихотомическом делении мы, естественно, получим и геноцид собственного народа, и страшные страницы истории, вот, и прочие-прочие ужасы, которые рисуют нам авторы документа. Но мы с вами помним, что каждая прогмела входит в структуру, состоящую из четырех слов. Два элемента, два слова у нас есть жертвы и палачи. Но недостает еще двух слов. Попробуем их восстановить. Ну, что же, какое слово несет в себе позитивную оценку, позитивную оценку, но лишено семантического признака жертвы? То есть, по предметному значению, это антоним наших жертв, но с позитивной оценкой. Ну, вообще говоря, по-видимому, это может быть защитник государства. Это не жертва, но защитник государства несет в себе позитивную оценку. Значит, оценка 0.1. Какое слово будет полным антонимом, контрарным по отношению к защитнику государства? Ну, очевидно, это выражение враг государства с отрицательной оценкой. Вот так, восстановив эти два слова, мы восстанавливаем всю четырехэлементную структуру. Жертва 1.1 оценка общая, враг государства оценка 1.0, защитник государства оценка 0.1 и, наконец, палач оценка 0.0. Вот эта четырехэлементная структура уже нам показывает, что, оказывается, жертва-то могла быть врагом государства и справедливо подвергалась репрессиям. В число палачей зачисляются все те, кто стоял на страже интересов государства, кто защищал его, защищал государственные интересы и боролся с врагами государства. И вот, когда мы осознаем, что население страны делилось не на две группы жертвы и палачи, а, по крайней мере, на четыре группы, то это сразу лишает силы нашу предлагаемую нам идеологическую диаду жертвы палачи. Самым простым, но, может быть, наиболее эффективным способом защиты от идеологического использования языка является уточнение предметного значения слов. Предметное значение прогмем часто весьма ничтожно, и попытка уточнить это значение сразу же выявляет чистую идеологизированность текста. Показывает нам, что в тексте нет никакой информации, а есть лишь сплошная идеология или эмоция. Ну, посмотрим, опять-таки, на примере вот из этого документа. Обратимся еще раз к жертвам режима. Понятие жертвы режима. Попробуем спросить себя, а каково предметное значение этого выражения? То есть, какой круг людей обозначается выражением жертвы режима. Ну, по-видимому, это все те, кто пострадал при данном режиме. То есть, это все осужденные судом, приговоренные к различного рода наказаниям убийцы, воры, мошенники, взяточники, ну и так далее. Да нет, нет, к жертвам режима режима убийц, лихоимцев, взятых, хиков, воров, как-то причислять не хочется. Начинаются уточнения. Нет, к жертвам режима можно отнести только тех, кто выступал против этого режима и пострадал по политическим статьям. Ну что ж, кто там пострадал по политическим статьям и выступал против режима? Ну, коллаборационисты в период Великой Отечественной войны, полицаи, предатели. Был повешен генерал Власов, выступивший с оружием в руках против советской армии на стороне фашистской Германии. Можно ли их считать жертвами режима? Да нет, как-то приходится опять уточнять, да нет, по-видимому, к жертвам режима нужно причислять только тех, кто пострадал безвинно. Ну, опять начинаются уточнять, а что значит безвинно? Ну, и так далее, и так далее. То есть, вы видите, пытаясь уточнить предметное значение выражения жертвы режима, мы, в общем, расплываемся и непонятно, непонятно, какой круг людей все-таки обозначает это выражение. То есть, непонятно, каково его предметное значение. Хотя, его идеологическая нагруженность совершенно очевидна. Ну, или вот еще один пример, тоже очень характерный. Авторы этого документа, который мы рассматриваем, внушают мысль о том, что гражданская война, начавшаяся в России, ну, не в 17-м, а в 18-м году, почему-то они считают, что она началась в 17-м году, да, продолжалась во весь период существования советского государства и не закончилась еще и сейчас. Недаром они говорят о национальном примирении, вот сейчас, которого нужно достигнуть. Попробуем отдать себе отчет в том, а что такое гражданская война? Ну, мы помним, скажем, гражданскую войну в середине 19-го века в Соединенных Штатах, войну севера и юга. Мы помним гражданскую войну, скажем, в Испании в 30-е годы 20-го века. Это войны, такая война, в которой население, проживающее на данной территории, население какой-либо страны, раскалывается на две враждующие группировки, на два враждующих лагеря, которые вступают между собой в борьбу за власть в стране. Такая война, как правило, кончается победой одной из сторон. Ну, северяне, скажем, победили южан в Америке, фашисты победили республиканцев в Испании. Но и гражданская война в России, начавшаяся в 18-м году, и действительно расколовшая население страны на два лагеря, закончилась в 22-м году победой одной из враждующих сторон. Коммунистическое правительство объединило страну и было признано огромным большинством населения. Конечно, оставались диссиденты внутри страны и за ее пределами, не признававшие советскую власть и даже боровшиеся против нее. Но, однако, в каждой стране есть люди, недовольные существующим режимом, недовольные существующей государственной властью и даже выступающие против этой власти. Тем не менее, нелепо рассматривать существование таких людей, как гражданскую войну. Размывание предметного значения выражения гражданская война предпринимается опять-таки с очевидной идеологической целью реабилитировать и объединить в один лагерь всех врагов России советского периода. Ну, конечно, когда генерала Власова украинских и прибалтийских националистов, добровольных помощников фашистских оккупантов соединяют с представителями белого движения, то тем самым снимают с них клеймо предательства и облачают в светлые ризы борцов с тоталитарным режимом. Сознательное или бессознательное использование идеологически нагруженного языка кажется естественным. Сейчас созданием идеологически нагруженных текстов занимаются специалисты по социальным технологиям. Гораздо хуже и опаснее другое. Картина вещей и явлений, создаваемые с помощью слов, содержащих в себе оценку, может казаться обычным объективным описанием. в используемых при ее создании словах присутствует ведь предметное семантическое содержание, указывающее на какие-то реальные события, явления, факты. Поэтому предложения идеологизированной картины могут казаться истинными. И порой создатель такой картины, не отдавая сам себе в этом отчета, искренне считает ее истинной. Можно предполагать, что авторы рассмотренного выше документа убеждены в правдивости своего изображения прошлого советского периода. И полемизируя с иными изображениями того же периода, они могут полагать, что защищают истину и борются с ложью во имя истины. Но это их дело. Наша с вами задача, дорогие друзья, уметь предохранить свое сознание от внушения, от внедрения в него идеологизированных картин мира, от внушения идеологизированных картин, которые предпринимаются с определенными, может быть, политическими целями. сознаниями. В свое время Бертран Рассел одно из своих выступлений по британскому радио назвал так «Люди, думайте!» Ну вот, вслед за этим выдающимся мыслителем я тоже могу повторить. Дорогие друзья, думайте! Думайте! Для того, чтобы картина мира, создаваемая вашим сознанием, отношения ваши к вещам и явлениям были выработаны вами самими, а не внушены вам извне. Всего вам доброго, дорогие друзья! !